Добрый день! В эфире новости радиотехнического факультета. В первую очередь поздравляем всех студентов и преподавателей с началом учебного года и желаем легких сессий, успешной и продуктивной учебы и насыщенной студенческой жизни. Отдельно хочется поздравить первокурсников с тем, что они поступили в наш ВУЗ на всеми нами любимый факультет. В этом году на радиофак поступило 266 человек. Из них 187 контрактников, остальные бюджетники. Очень многие поступили вне конкурса благодаря Олимпиадам. Все знают, что на радиофаке трудно учиться, но в то же время здесь проходит много интересных мероприятий. Впереди день первокурсника и дебют первокурсников. Также все желающие могут принять участие в конкурсе «Мистер и Мисс РТФ» и смотре художественной самодеятельности. Но на данный момент самое главное – дебют первокурсников, потому что здесь каждый может проявить себя и защитить честь своей группы, а потом, возможно, и всего факультета. Победившая группа будет представлять радиофак на межфакультетном дебюте. А теперь давайте познакомимся с первокурсниками и узнаем их мнение о первых днях, проведенных в институте. Спасибо. Спасибо. Отдельно желает поздравить новоприбывших декан нашего факультета Леонид Григорьевич Доросинский. Дорогие первокурсники, у меня приятная сейчас минутка поздравить вас с замечательным событием в вашей жизни, потому что сам по себе факт пяти лет или шести или четырех, как сейчас получится, обучения в институте – это замечательное, важнейшее событие в жизни. Важнейшее, потому что те связи дружеские, которые будут вас сопровождать всю жизнь, они формируются именно в эти годы. Это самые веселые годы. А самое главное – желаю счастья, успеха, хорошей учебы, интересной внеучебной работы, праздничного 7 мая, ну и всего-всего, что связано со студенческой жизнью. В конце третьего курса все студенты проходят летнюю практику. Наши уже четверокурсники пришли с производства и поделились с нами впечатлениями. Этим летом, как и всегда, студенты третьего и четвертого курсов были заняты производственной практикой. В основном она проходила на тех предприятиях, которыми у кафедры заключен договор, однако есть и такие студенты, которые устраивались на практику по знакомству. В этом году многие разработки наших студентов получили практическое применение на производстве. Некоторым из них предложили работу на постоянной основе. Все это доказывает актуальность знаний выпускников и их востребованность на рынке труда. Производственная практика дает студентам более конкретные представления о том, чем они будут заниматься после окончания учебы на факультете. В соответствии с учебным планом ребятам дается задание на практику. В рамках этого общего задания на предприятии определяют, над чем именно будет работать практикант. После прохождения практики каждый готовит отчет о определенной работе. Это были все новости этой недели. С вами была Катя Шилова. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok